Мария, вы только что вышли из Комитета по защите журналистов и в каком-то возбуждённом состоянии, как минимум. Что произошло? Возбуждённом, потому что сейчас надо ехать в аэропорт. Думали, что будет такая встреча короткая, а на самом деле просидели больше часа и просидели бы ещё, потому что очень много интересного, полезного, ну, на наш взгляд. Во-первых, почему, собственно говоря, эта встреча здесь состоялась? Потому что какое-то время назад, пару недель, мы увидели заявление, я бы сказала, призыв Комитета по защите журналистов, который базируется здесь, в Нью-Йорке, к российским властям всё-таки не допустить поправок, принятия поправок к закону и, так сказать, присвоение этого гордого, гордозвучающего названия иностранный агент. Да, средства массовой информации. И, честно говоря, мы удивились, потому что мы, наверное, месяца три, ну, в частности, я в различных форматах и на брифингах, и в ходе интервью, и общения с журналистами российскими и нероссийскими объясняли, зачем и почему мы это делаем. Что исключительно ответные, зеркальные, симметричные меры, которые принимаются из-за того, что телеканал Russia Today в Америке признан иностранным агентом, что практически связало ему руки и не даёт возможности полноценно работать. И мы миллион раз говорили, что как только будет, так сказать, снята вот эта, не знаю, или прекращена вот эта вот охота на ведьм, в центре которой находится Russia Today, тут же эти меры, которые были приняты в отношении американских журналистов, также будут пересмотрены. Потому что принятие их обусловлено исключительно гонениями на Russia Today. Ну, мы столько об этом говорили, да, были открытые слушания в Доме, Совет Федерации и так далее, и так далее, что мы действительно удивились, что организация, серьёзная, настоящая организация, которая занимается журналистами, об этом не знает. Соответственно, мы с ней связались, не сразу получили подтверждение о встрече, но потом в результате... И каков результат? Результат таков, что нам было сказано, что действительно эти действия американских властей абсолютно не могут рассматриваться как норма поведения в отношении журналистов. Нам показали те заявления, которые были сделаны комитетом в поддержку телеканала Russia Today, не потому что он им нравится, а просто потому что то, что делают американские власти, это какая-то абсолютная абсурдность. Они признают, что американские власти спровоцировали Россию? Нет, безусловно. Они признают, что то, что делают американские власти, это абсурд. Но при этом они говорят о том, что зачем же вы принимали такие же шаги, предпринимали, если вы считаете действия американцев абсурдными. На что мы абсолютно честно им сказали, а что вы можете нам посоветовать для того, чтобы остановить американские власти от преследования российских СМИ? Марина, насколько я понимаю, законодательство, которое принимает Россия, оно очень широкое, оно рамочное. И как раз многие правозащитники, например, они опасаются, что это законодательство может быть применено просто, например, для того, чтобы осуществить гонения в отношении тех СМИ, которые... Вы давно слышали о каких-либо гонениях в отношении иностранных корреспондентов на территории Российской Федерации? В основном в отношении российских слышали. Я вам могу сказать, что у нас, я занимаюсь иностранными корреспондентами, мы даем им аккредитации, мы организовываем им мероприятия и так далее. Вот если вы по поводу российских, я думаю, что вам нужно будет сделать хорошее интервью с российскими журналистами, поговорить с ними, пригласить в студию. Вы меня позвали как человека, который занимается иностранными корреспондентами. Вот что касается иностранных корреспондентов, я могу вам рассказать всё, что мы делаем для них. Так вот, для того, чтобы журналисты работали в России иностранные полноценно, делается всё. Открываются любые двери, организовываются любые встречи, малейшая критика, либо малейшие какие-то заявления относительно того, что где-то им что-то не предоставили, или они чувствуют себя каким-то образом обделённым вниманием, фиксируются. И уже более, так сказать, открытого, не знаю, каких-то, даже не столько открытого, но честного разговора, который мы предполагаем с иностранными корреспондентами, я даже себе представить не могу. А в CPG вам не привели никаких примеров? Вот, например, какие-то журналисты страдают? Не было примеров конкретно? Нет, они просто сказали, что, к сожалению, вот эти зеркальные меры привели к тому, что ряд американских средств массовой информации также были названы иностранным агентом, но мы, собственно говоря, это знаем, и сказали, что как только эта ситуация изменится в США, соответственно, как мы и заявляли, эти меры будут в отношении американских журналистов пересмотрены. Поэтому, когда вы говорите о том, что в отличие от других стран российские поправки носят какой-то широкий характер, вот, мы видим конкретно применение всего того, что было применено в отношении Rush Today, и заблокирована практически нормальная работа. У нас были приняты исключительно зеркальные меры. Исключительно. Мало того, с тут же сделанной оговоркой, что всё это будет пересмотрено, если российским журналистам дадут нормально работать. Мария, вот есть такой... Вот один пример. Да, я понимаю, что он не относится к Соединённым Штатам Америки, но, тем не менее, комитет занимается вопросами свободы и возможности работать журналистами во всём мире, в различных странах. То, что сейчас происходит во Франции в отношении телеканала Rush Today. Когда президент Франции на пресс-конференции и других заявлениях говорит о том, что это пропаганда, не СМИ. Причём он не журналист, я хочу отметить, и никогда им не был. Ну, насколько я знаю, я никогда не знала, что, допустим, президент Макрон был когда-нибудь, не знаю, журналистом или занимался экспертной оценкой журналистской работы. Почему человек может выйти и сказать, что это не СМИ? На основе чего? Никаких данных, никаких примеров фейк-ньюс, распространения, распространением которым занимался бы телеканал, никто не приводит. При этом они получают аккредитацию на мероприятия и их физически туда не пускают. Это же беспрецедентная вещь, понимаете? А французские журналисты пользуются всеми возможными правами и преференциями, как журналисты в Российской Федерации. Я имею в виду преференциями в том смысле, что они полностью приравны в правах ко всем другим журналистам. И Мария Захаровна, это интервью. Я хотела сказать, что есть такая тема, которую постоянно все муссируют, и никто прямо, мне кажется, не спросил или не получил прямых ответов, по крайней мере. Есть предположение, что господин Лавров звонил господину Тилерсону для того, чтобы не открывали улицу Немцова. Об этом писали в частности американские СМИ. Это было в телеграме, в ряде телеграм-каналов распространено. Нет, давайте говорить честно, это было не в ряде телеграм-каналов, это было в телеграм-канале Алексея Венедиктова. Когда Алексей Венедиктов, главный редактор Эхо Москвы, распространял эту информацию среди своих подписчиков, он до этого в МИДе эту информацию не проверял. Он не спросил, хотя у него есть все возможности задать этот вопрос, пресс-службе мне и непосредственно Сергею Викторовичу Лаврову, он эту информацию... Мы с вами были вместе с Алексеем Алексеевичем, когда он сказал, что он признает свои ошибки. Можно я так говорю? Да, извини. Вы же задаете все равно этот вопрос. Вам эту тему важно... Мне важно понять ваш ответ. И мы отвечали на этот вопрос. И самое главное, что на этот вопрос отвечал Сергей Лавров. Вы можете посмотреть синаграмму, она опубликала у нас на сайте, где он говорил, что это... Ну, он с удивлением узнал вообще, в принципе, о такой новости. Никогда такого не было. И он сказал, что, честно говоря, рассчитывал на большее, учитывая, что регулярно общается в том числе с Алексеем Венедиктовым. И, в общем-то, был так, в общем-то, удивлен тем, что эта информация не была перепроверена. Поэтому это неправда. Такого не было. И самое главное, что Алексей Венедиктов не назвал в Телеграм-канале источник той информации, которую он получил. Я говорила с послом Российской Федерации в Соединенных Штатах, господином Антоновым недавно совсем. Он сказал, что Россия примет, и он лично примет, любое решение Америки. И вот 27 февраля табличка с именем Бориса Немцова будет открыта напротив посольства российского в Вашингтоне. У вас какие ощущения на этот счет? Я слышала ваши ответы на эти вопросы, в том числе на брифингах в МИДе. Но, тем не менее, мы сейчас здесь, в Америке. У вас по прошествии этого периода уже столько было сказано. Остается ощущение, что это такая шпилька в отношении России? Или все-таки это такое, знаете, решение же с доброй волей, скорее? Увлекающая память хорошего, важного человека? Мне кажется, надо вопрос задавать тем, кто принимал это решение. Их мотивация какова? Они для чего это делают? Вот вы говорили, там ночлежка. Там не ночлежка будет, Марина. Там будет социальное жилье. Нет, нет, я говорила не так, Екатерина. Я говорила о том, что в начале, это, наверное, было год назад, полтора, рассматривался вопрос американскими властями о том, чтобы сделать на этом месте перед российским посольством ночлежку. Это факт. Там были митинги, там люди протестовали американские, не наши, а американские, против этого решения. Вот я говорила о ночлежке. Какие речь не шла, там шла речь о строительстве социального жилья для людей временно проблематично. Извините, пожалуйста, да, действительно, не ночлежка, а социальное жилье. Я думаю, что те люди, которые живут в Соединенных Штатах, прекрасно знают, что такое социальное жилье. Да, действительно, социальное жилье. Не совсем. Поэтому я думаю, что надо задавать вопрос относительно мотивации у людей, которые принимали это решение, разговаривать с ними. Вы будете приезжать в посольство, заходить в здание, выходить из здания, видеть эту табличку. Вы какие испытывать будете эмоции? Я вообще испытываю рабочие эмоции, когда захожу в посольство. Я понимаю, зачем я туда прихожу. Понятно. Готовится кремлевское досье, точнее, список санкционный новый. Об этом много споров. Я вас держу. Вы мерзете, извини. Об этом сейчас много споров, много предположений, что будет в этом санкционном списке. Поскольку мы много говорим и часто о зеркальных мерах Российской Федерации, все время на зеркальные меры, по журналистам, по дипломатам, которых высылают в ответ на американские меры. Вот в этом случае. Вы же, Екатерина, прекрасно знаете, что это не так, что никаких зеркальных мер в отношении, например, американских дипломатов, которые принимались в соответствии с теми решениями, которые постоянно выдавал Вашингтон, не принимались. Вы же прекрасно знаете, что ничего подобного тому, что делала американская руководство в отношении российских дипломатов, в России не делается. Вы же знаете. Были же высланы американские дипломаты. Россия выслала американские. Нет, это не так. Нет, но то, что Россия не отобрала американскую дипсобственность, это я подтверждаю, разумею. Да, ну а зачем вы тогда говорите? Но вы же выслали в ответ. То есть я тут вообще не критикую вас. Нет, я говорю о том, что никаких вот в этом конкретном случае сравнивать действия Москвы с действиями Вашингтон просто невозможно. Потому что вы абсолютно правы, что вот это точно были шпильки и желание сделать как можно больнее. С нашей стороны не было ничего, кроме того, чтобы дать какое-то дополнительное время для того, чтобы всю эту ситуацию, наверное, вернуть в какое-то нормальное русло. было дано много времени, несколько месяцев, практически полгода, велись переговоры, была попытка найти какое-то взаимоприемлемое решение. По дипсобственности и вообще ничего похожего даже не предпринималось. Ну зачем же вы говорите о том, что мы на всё реагируем? Не на всё. Почему? Я говорю, что это часто происходит во многом. Ну так вот, мы часто говорим о зеркальных мерах. Вот, например, по поводу этих предстоящих санкций. Будут ли, готовите ли вы уже какие-то зеркальные меры? А у вас есть текст? Нет, его нет ни у кого, насколько я понимаю. Но зачем говорить о том, какие будут меры и готовятся ли они, если ещё никто не видел тексты? Будет текст, будет пища. А что касается той самой дипсобственности, которую мы только что вот упомянули. Сергей Лагуров? Вот приезжала я, кстати говоря, воспользовалась возможностью. Была я в районе Астербея, посмотрела на то, как там закрыты все эти ворота. Мы снимали там, кстати, нас не впустили, естественно. Да, ну естественно, это американские спецслужбы работают. Так, по поводу судебных каких-то инстанций, в которые Россия намеревается подавать иски, на каком, может быть, что-то новенькое вы могли бы узнать? Пока нет, пока нет. Просто это всё находит в стадии проработки. Пока ничего, чем бы я могла поделиться. Мария, может, немножко неожиданный вопрос, но мы недавно с коллегами, в частности в формате Нью-Сток на РТВА, обсуждали высказание Сергея Викторовича относительно ЧВК. Ну, фактически, легализации частных военных компаний. И возникла мысль о том, что дипломат с таким огромным стажем, как Сергей Лавров, вряд ли от себя бы эту мысль произнёс. Не принято ли в Кремле решение относительно того, что в России необходимо легализовать и узаконить деятельность частных военных компаний? Да, честно говоря, я даже не очень понимаю, о чём мы. Это речь, правда. Ну, вот Сергей Лавров сказал, что хорошо бы законодательную базу оформить для деятельности ЧВК. Как мы знаем, есть... Я хотел бы просто посмотреть, как он сказал, и мне, правда, это не та тема, в которой мне есть что сказать. Хорошо. Есть вопрос тогда такой. В интервью коммерсанту точно есть вам что сказать. В интервью коммерсанту Сергей Лавров говорил о русофобии. Да. И первый же вопрос. Вы ощущаете русофобию вот здесь, в Нью-Йорке? Вот вы ходите по улице, мы знаем, мы читаем в вашей фейсбук, ваше соцсети. Русофобию ощущаете? А вы, понимаете, вот мне кажется, надо просто внимательно читать и правильно как-то воспринимать то, что он говорит. Мы все время, каждый раз говорим о том, что это не выбор американского народа. Это не то, что думают люди. Это очевидно. Это не то, что нужно людям. Нужно людям просто общаться, есть друг к другу, заниматься бизнесом, получать вовремя визы и быстро это делать, и качественно. Проводить концерты, выставки, я не знаю, читать друг о друге и так далее. То, что говорил Сергей Лавров, то, что говорят все, кто высказывается на эту тему, что это навязываемая концепция, люди, вот это, безусловно, русофобия, которая постоянно звучит в выступлениях каких-то конгрессменов, сенаторов, официальных лиц, руководителя Пентагона, официальных представителей Госдепартамента США, в статьях перепечатываются какие-то небылицы. Это то, что действительно пытают спустить сверху или, я не знаю, может быть, сбоку и привить в качестве концепции восприятие России обычными американцами, что никогда не соответствовало действительности. Довольно странно, и мне лично так показалось, премьеры привел Сергей Викторович относительно русофобии. Там дело Литвиненко, например, где есть решение Высокого суда Лондона. О чем? О том, что он был отравлен, в частности, нынешним депутатом Государственной Думы Андреем Луговым, например. Есть еще там Боинг, он напоминает. Там, по-моему, есть решение относительно того, что все эти дела закрытые, непрозрачные, полностью, так сказать, остановленные расследования и так далее, и так далее. То, что происходит, в частности, в Великобритании, по тем делам, которые Вы сказали, это полностью желание свернуть какое-либо общественное внимание к расследованию и так далее. Там была и открытая часть. То есть, вначале громкие заявления, вначале целая порция негатива, обвинений и так далее, а потом под шумок сворачивания всех расследований и так далее, и так далее, и так далее. Но Россия тоже отказывается часто сотрудничать в таких делах? Это когда мы отказывались сотрудничать в этих делах? Насколько я знаю, по допингу, который тоже Сергей Лавров приводит в пример, Россия отказалась предоставлять в качестве вещественных доказательств пробы, например. То есть, вот, баночки с пробыми. Что касается спорта, мне кажется, тут уже даже говорить нечем, потому что было четко сказано, что те случаи, которые действительно имели место, но они имели место не только в российском спорте, но и вообще в спорте мировом и так далее, их никто не отрицает, и все готовы и хотят делать так, чтобы допинг ушел из спорта. Но при этом вот все, что развивалось на этой почве в виде некой коллективной ответственности, наказания, бесконечных попыток отстранить сборную спортсменов от участия в тех или иных соревнованиях, то, конечно, это абсолютно неприемлемые вещи. Мы же видели то же самое в отношении нашей Олимпиады в Сочи. Вы поднимите эти фотографии, обложек, статьи, заявления американских, в частности, официальных лиц, какие-то бесконечные предупреждения, что в Сочи ездить опасно, что это не место для туристов, что на вас нападут, объекты не готовы, что там еще было. Ну, все, что угодно. Например, коррупция чудовищная об этом тоже. Да, но каким образом коррупция, где бы то ни было, влияет на посещение и на участие в соревнованиях? Какая в этом, извините, взаимосвязь? Что-то не очень понятно. Ну, я имею в виду, что писали, вы писали про это в частности. Абсолютно четкая кампания, причем все обложки и все статьи, которые предшествовали Сочицкой Олимпиаде, они были просто один в один материалом, который публиковался перед Московской Олимпиадой 80-го года. Прошло столько лет, а да, но холодная... И об этом тоже говорил Сергей Лавров в интервью к «Мерсанту». И до этого, извините, холодная волна предполагала противостояние систем. У нас была различная идеологическая почва. Сейчас-то этого нету. Мы все строим демократию, мы все выступаем за свободный рынок, за конкуренцию. Мы все определяем такие вещи, как коррупцию, допинг, насилие, несвободу в качестве вещей, которые нужно изживать. В чем мы должны противостоять друг другу? То есть вы считаете, что уровень демократии у нас одинаковый в Америке и в России? Я говорю о том, что у нас нет идеологических расхождений по принципиально важным вопросам. Разве это не так? Разве мы по-разному смотрим на основополагающие вещи? Нет. Мы все подписываемся под очень многими важнейшими принципиальными вопросами. В чем противостояние? Вы же сказали, что холодная война. А в чем она? На какой основе она? На холодной войне, то это происходит, в частности, по мнению западного мира, ровно потому, что Россия изменила правила игры. Россия не изменяла правила игры. Не могли бы мне привести пример? В частности, в Украине и Грузии. Я хотела бы вам напомнить, что организацией Майдана и выведением людей на улицы занимались в частности американские политики. Я хотела бы вам напомнить, если вы не помните, что это была Виктория Нуланд и послы, и министры иностранных дел Франции, Германии, Польши, которые как участвовали во Втором Майдане, так, конечно, тогда Виктория Нуланд с пирожками еще не было, но принимали активнейшие участие и в Первом Майдане. Причем же здесь Россия? Какие правила игры нарушила Россия? Россия все время говорила о том, что вмешательство во внутренние дела других государств, в частности Украины, придет к полному коллапсу. Россия говорила о том, что попытка втянуть насильно Украину в процессы евроинтеграции, не принимая во внимание достаточно сложную историю Украины и не менее сложную ее экономическую ситуацию, тоже приведет к коллапсу.